Вам знакомо хозяйственное мыло? Как применяется хозяйственное мыло в быту? Какие косметические возможности у простого мыла? В каких случаях окажет лечебный эффект? Смотрите видео до конца и узнаете все возможности хозяйственного мыла. Прежде чем перейти к теме ролика, хотим поблагодарить всех, кто пишет нам комментарии и оставляет отзывы. Спасибо за ваши добрые слова! Мы рады, что помогаем вам оставаться здоровыми, противостоять болезням. Если вы еще не подписаны на наш канал, то стоит нажать красную кнопочку, и все новые ролики будут приходить к вам сразу после публикации. Мы вас любим и хотим, чтобы вы меньше болели. На полках магазинов можно увидеть не очень красивое, но очень полезное кусочки мыла коричневого цвета. Это хозяйственное мыло. Вам знакомо хозяйственное мыло? Оно широко применяется для бытовых нужд, в медицинских и косметических целях. Это экологически чистый, абсолютно натуральный продукт. Мыло не содержит никаких консервантов, отдушек и химических добавок. Проштампованными на нем цифрами обозначено процентное содержание жирных кислот. Обычно это либо 65, либо 72%. Чем показатель выше, тем эффективнее мыло борется с загрязнениями. Производят его из натуральных животных жиров и растительных масел. Мыльная среда обладает антибактериальным эффектом, растворяет жиры, улучшает текстуру тканей и кожи. Как применяется хозяйственное мыло в быту? При помощи мыльного раствора проводится эффективное очищение различных поверхностей, независимо из того, какой материал использован для их изготовления. Одинаково чисто будет после протирания дерева, пластика, металла и кожи. После уборки не останется следов моющего средства. Благодаря натуральной основе применяются для уборки помещений не только в домашних условиях, но в детских и лечебных учреждениях. Не вызывает аллергию, не оставляет запаха, уничтожает микробы, грибки и вирусы. Прекрасно отстирывает разные ткани, придавая им особую мягкость. Хорошо зарекомендовала себя в борьбе с вредителями зеленых насаждений на дачных участках. Помогает очистить от любых загрязнений запасные части автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Какие косметические возможности у простого мыла? Наверное, не все знают, что хозяйственное мыло активно борется с высыпаниями на кожу лица, особенно прыщами и угревой сыпью. Обладая антибактериальными свойствами, уничтожит возбудителей воспаления на коже. Для обработки лица следует использовать мыльную пену и наносить ее на кожу, оставляя на 10 минут. Процедуру следует повторять два раза в день в течение двух недель. С профилактической целью просто надо умываться с использованием хозяйственного мыла два раза в неделю, после чего наносить на кожу детский крем. Поможет мыло уменьшить раздражение после депиляции. Сразу после проведения процедуры надо помыть мыльным раствором места, на которых проводилась обработка. Активно в борьбе с перхотью и ломкостью волос. Просто вместо шампуня применяйте хозяйственное мыло. Для того, чтобы не пересушить кожу головы и волосы, после мытья ополаскивайте водой с лимонным соком. Мыльный раствор избавит ноги от повышенной потливости и грибка. В каких случаях окажет лечебный эффект? Это удивительное средство, помогающее в профилактических целях от попадания в рану бактерий и вирусов. Используется для промывания ран, нанесенных животными или полученными на улице. Смывает загрязнения землей и травой. После укуса животных промывание раны с раствором хозяйственного мыла является средством профилактики заражения бешенством. Но обратиться в травмпункт для проведения прививок все равно надо. При обработке мест получения термических ожогов способствует заживлению и снимает воспаление. При первых появлениях насморка турунды с мыльным раствором очищают носовые ходы и уничтожают вирусы. Учитывая натуральный состав, может применяться взрослыми и детьми, пожилыми людьми, беременными и кормящими женщинами. Не стоит забывать про недорогое, но эффективное средство, которое сделает ваш дом чище и улучшит состояние кожи и волос, поможет справиться с ранами и ушибами.